всем салют народ с вами вновь канал fuqa life сегодня на обзоре будет две новые модели от колена душа долго не задержимся погнали начнем с модели из нержавеющей стали которая сейчас не стоит на столе в сборе и начнем с упаковочки в которой приходит данный кальян упаковка в таком черном цвете сверху есть каятку за которую можно все удобно носить пробка брендированная спереди и задней стороны у нас есть логотип компании душа открываем коробочку и посмотрим что у нас внутри так вот все красиво аккуратненько открывается внутри нас встречает вот такой лист поролона который мы убираем в сторонку далее у нас внутри есть три стикера что прям приятно потому что стикеры наклеечки всегда прикольно выбираем их сторонку далее у нас внутри есть вот такая визитка душа все сделано очень стильно в плане графики все потому что кальян делает макс попов родом зекотеринбурга который является дизайнером двигаемся далее у нас есть сборка души вот такое схематичное изображение как собирать данный кальян данной книжке на в начале есть изображение колена душа по центру логотип название внутри написано всякие преимущества данного кальяна например обновление той самой модели из неких коленов душа которые уже успели полюбить многие тот самый диффузор в виде пули и тыры-пыры тыры-пыры просто вот такая приятная красиво оформленная книжечка за это тоже плюсик потому что такая графика всегда прикольненько и начнем сразу собирать нас первым делом встречает вот такое блюдце выполнено полностью из нержавеющей стали довольно таки толстая которая не гнется не прогибается ну прям очень толстая увесистая есть три вот такие вот кольца это такие ребра для того чтобы можно было положить уголек и он у вас нету с нижней стороны отложим его в сторону дальше у нас лист поролона опять и вот такой коннектор под чашу который является одновременно и держателем для блюдца выполнен он до 5 жизни ржавеющей стали весь колен почти полностью целиком выполнен из нержавеющей стали здесь у нас диаметр непосредственно коннектора под чашу 14 миллиметров также отложим его в сторону и перейдем к самой тяжелой массивной части кальяна непосредственно к основанию весь стану по мне лично килограмма так полтора здесь нас внешний клапан с логотипом откручиваем его и посмотрим что у нас внутри внутри у нас вот такой большой пластиковый шарик отверстие у клапана довольно такое большое так что я думаю что продув будет вполне себе легенький почему игру что думаю данный клиент у меня в работе стоит уже порядка трех месяцев и трех недель порядка трех недель я его туда-сюда тестирую и попозже уже расскажу конкурится дальше берем первую часть шахты накручиваем непосредственно на основании резьбы выполнен довольно таки аккуратно все легко вкручивается без каких-либо скрипов и посторонних звуков очень плотно встает и примут кому-то вот он без резьбы а вот сразу звучали так отлит далее у нас идет вторая часть шахты и вставочка выполнена из полиоцеталя вкручиваем ее на шахту аккуратненько закручиваем резьба вполне себе приятно легенько все вкручивается далее вкручиваем коннектор под чашу в чем плюс данного коннектора в том что она является одновременно держателем для блюдца и вот такая конструкция не позволяет сиропа протекать внутрь шахты и течь по шахте то есть если вы забили чашку который вас протекает то сироп дальше блюдца никуда не денется но останется на блюдце и можно спокойно протереть тряпочкой блюдце отложу в сторонку они мы расскажу еще чуть попозже далее все по идее вот так колен целиком и полностью выглядит сборе все в коробочке больше ничего нет и отложу ее в сторону на первой версии на деревянной модели был еще в комплекте диффузор в новой же модели которая нас из нержавеющей стали диффузор новенький вот такой то есть у него осталась та же самая форма пули только единственное что здесь нет низа сделано это для того чтобы облегчить тягу потому что диаметр именно внутренней части вот это вот где вставки шахты стал 12 миллиметров то есть если погружная шахты 14 миллиметров и коннектор под чашу 14 миллиметров то сама непосредственно жахта 12 миллиметров и для того чтобы тяга не было намного туже чем была на первой модели было решено на диффузоре убрать низ и сделать тягу так таким образом немного полегче единственное что данный диффузор не входит в комплекте его можете отдельно купить за 500 рублей то есть либо вот такой вот обрезанный диффузор либо стандартной виде пули по моему мнению можно было положить его непосредственно сам комплект вместе с коленом но проблема была в том что многим людям не нравилась тяга с тем закрытым диффузором виде пули и было принято решение просто не класть его в комплект если хотите покупайте его отдельно но по моему мнению можно было закинуть его в комплект был бы приятненько все вот такой у нас кальян сборе бесит он по моему мнению килограмма так 4 очень тяжелый очень увесистый ничего не лифтит все держится довольно таки прочно и вот к держу в руке понимаешь за что ты отдал деньги потому что все выполнено довольно таки качественно металл очень хорошо отполирован резьбы все четенькие единственное что есть маленький маленький такой минус который лично меня почему-то бесит к отставишь блюса по идее она должна вот прям впритык впритык что прилегать но здесь вот вот полмиллиметрика маленький зазор вот вот именно поэтому в лице немного лифтит это вот писать и купил машину у тебя дверь до конца не закрывается вот то же самое не знаю почему но меня это бесит но напишите в комментариях считаете ли вы данную назову ее проблемой ладно критично или нет ну потому что вот ну полмиллиметра вот если бы он не лифтил было бы все вообще идеально но здесь вот небольшой косячок сейчас пройдемся покорительным свойствам данного кальяна и перейдем к обсуждению моделей обновленные из дерева так по тяге лично по моему моему им мы 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 еще одну тягу сделаю повторю блять данную фразу что касается тяги лично по моему мнению тяга осталась плюс минус такой же то есть некоторые ребята сказали что она стала чуть потуже лично по моему мнению она стала чуть чуть полегче но опять же это максимальная классическая тяга которая подойдет вот тип тем самым мускульным ребятам кто любят км и старбазы кто любит вот такую тугую классическую тягу но она не совсем классическая поскольку действует диффузор колен не булькает то есть если вы хотите какой-то такой необычную необычную классическую тягу а что-то новенькое то этот колен будет идеальным потому что здесь классическая тяга сопряжена с диффузором то есть классическая тяга без бульканье это что-то прикольно и по крайней мере необычное поскольку мне лично очень нравится классическая тяга то за тягу на данном колени я поставлю огромный жирный плюс что касается продула продув максимально легенький клапан не залипает никаких проблем с клапана опять не возникает отлично продаваются колбы продаваться чашка по работе клапана опять же жирный плюс но и непосредственно перетях переходя переходя к обсуждению новой модели из дерева я ее сравню со старой потому что месте как старая так и новая кстати тут заодно и покажу тот самый старый диффузор который точно такой же как новый только с запаянным дном то есть вот такая пуля от колен в пол в работе полгода ничего критичного не случилось единственное что здесь стопорное колечко чуть заржавела но фигня что касается новой модели она у нас по внешнему виду фактически не изменилась единственное что в старой модели у нас коннектор по чашу был сделан из анодированного алюминия и поскольку мы постоянно елозили блюдцам по оставил этому основанию то она делали чуть слезла но никакой коррозии никаких негативных последствий в плане ржавчины и чего такого не случилось но в новой же модели у нас коннектор по чашу выполнен также как и из модели из нержавейки полностью из нержавеющей стали чуть изменился цвет то есть новая новая душа из дерева стала чуть чуть посветлее потому что старая была прям совсем совсем черная здесь такая вот черно-сероватая и на ней намного отчетливее и четче видно непосредственно структуру дерева также на нижней нижней блести нас появилась гравировка с логотипом душа вот такая вот ну можете поставить любой стороной то есть вот вот так душа дальше что у нас поменялось непосредственно основание данного колена теперь сделано также из полиацеталия как вставка на нержавеющей стали вот здесь на этой модели и он стал пум полегче да здесь модель с сандирным алюминием потяжелее это полегче вратненько положу что касается диаметров шахты то коннектор по чашу 14 миллиметров погружная шахта 14 миллиметров непосредственно основная шахта 12 миллиметров так что что касается тяги если оставить ее со старым диффузором то тяга будет потяжелее чем непосредственно на первой модели если поставить новый диффузор тяга будет полегче ну вот такая короче кратенький обзор на новую модель и заключительная тяга и подводим итоги но и подведя итоги скажу что данный колен однозначно удался я лично веду его в топ коленов семнадцатого года единственный единственный минус которым не разожает то что блюса чуть-чуть елозит все никаких проблем больше нет красивая стильная упаковка стикеры в комплекте много различной макулатуры которые также однозначно очень-очень стильно сделано все хочу искать отличный кальян за свои деньги единственно что в конце подведу итоги по цене модель из полностью нержавеющей стали за комплект блюдца и шахту на стоит 13 тысяч рублей модель из дерева за также за комплектацию шахты и блюдца стоит 9000 рублей все вот такой кратенький обзор лично колен не понравился пишите свое мнение в комментариях подписывайтесь на группу вконтакте подписывайтесь на инстаграм все ссылки будут в описании ссылка на хули смог будет в описании смылка на смылка смылка блять смылка ссылка на колен душа будет в описании всем спасибо за внимание всем всего на самое наилучшего заключительная тяга всем пока